Приветствую вас, дорогие братья и сестры, друзья! Друзья, этой беседой мы заканчиваем очень краткое и, конечно, далеко не полное объяснение молитвы «Отче наш». Мы с вами слышали, что за каждым словом этой молитвы, за каждым ее прошением раскрывается целый мир духовных реальностей, духовных отношений, о которых мы почти никогда не думаем, которые мы растеряли и продолжаем терять в суматохе повседневной жизни. С этой точки зрения молитва «Отче наш» больше, чем молитва. Это явление и раскрытие того духовного мира, для которого мы созданы, той иерархии ценностей, которая одна позволяет нам все расставить на свои места в нашей жизни. В каждом прошении целый пласт нашего собственного самосознания, целое откровение о нас самих. «Отче наш, иже еси на небесех, досветится имя Твое». Это значит, что моя жизнь отнесена к высшему и божественному, абсолютному бытию, и только в этой отнесенности находит свой смысл, свой свет, свое направление. «Да приидет Царствие Твое». Это значит, что моя жизнь предназначена к тому, чтобы наполниться этим Царством добра, любви и радости, чтобы в нее вошла, ее просветила сила Царства, открытого и дарованного людям Богом. «Да будет воля Твоя, як уже на небеси и на земли». Это значит, чтобы этой благой волей мерил и судил я свою жизнь, чтобы в ней находил непреложный нравственный закон, чтобы перед ним смирял свое своеволие, свой эгоизм, свои страсти, свое безумие. «Хлеб наш насущный, дождь нам днесь, чтобы получал я всю свою жизнь, все ее радости, но все ее горе, красоту, но и страдания, как дар, из руки Божией, с благодарностью и трепетом, чтобы жил я только насущным, главным и высоким, а не тем, на что мелочно разменивается бесценный дар жизни. И остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим, чтобы был во мне всегда этот дух прощения, это стремление все существование построить на любви, чтобы все недостатки, все долги, все грехи моей жизни покрывались светлым прощением Божьим. «И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого». А это значит, чтобы умел я с помощью Божией и отдаваясь этой таинственной и светлой воле побеждать всякое искушение. И прежде всего, главное, самое страшное из них – духовное ослепление, не позволяющее, не дающее в мире и жизни видеть присутствие Божие, отвергающее, отделяющее жизнь от Бога и делающее ее часто слепой и злой. «Чтобы не поддался я силе и очарованию злого человека, чтобы не было во мне двухсмыслицей и лукавства зла, всегда прикрывающегося добром, всегда принимающего образ ангела света». и молитва Господня заканчивается и увенчивается торжественным словословием. «Як от Твоей есть царство и сила и слава вовеки». Три ключевых слова и понятия Библии, три главных символа христианской веры. Царство. «Приблизилось Царство Небесное», читаем мы в Евангелии от Матфея. «Царство Божие внутри вас есть», пишет евангелист Лука. «Да приидет Царствие Твое». Приблизилось, пришло, открылось. Как? В жизни, в словах, в учении, в смерти. И, наконец, в воскресении Иисуса Христа, в этой жизни, наполненной таким светом и такой силой, в этих словах, ведущих нас так высоко, в этом учении, отвечающем на все наши вопросы. И, наконец, в этом конце, с которого все снова началось, и который сам стал началом новой жизни. «Когда мы говорим о Царстве Божием, мы говорим в свете всего сказанного, ни о чем-то загадочно отвлеченном, ни о другом некоем загробном мире, ни о том, что будет после смерти. мы говорим прежде всего о том, что сообщил, что дал, что обещал нам, верующим в Него и любящим Его Христос. И мы называем это Царством. Потому что ничего лучше, прекраснее, полнее и радостнее не было открыто, дано и обещано людям. И вот это и значит, яко Твое есть Царство. И сила, говорим мы дальше, какая же сила у этого человека, умершего одиноко на кресте, ни разу себя не защитившего и не имевшего, где преклонить голову, как говорит евангелист Матфей. Но вот сравните его с любым сильным, сколько бы ни набрал человек сил, какой бы силы ни окружил себя, как бы ни заставил всех трепетать перед собой, неизбежно наступает момент, когда падают и разрушается все это иногда так, что ничего не остается от этой силы. И вот этот слабый и бессильный живет. И ничто, никакая сила не может вытравить память о нем из человеческого сознания. Люди уходят от него, порой забывают о нем, а потом снова возвращаются. Они увлекаются другими словами, идеями, учениями, другими обещаниями, но, в конце концов, рано или поздно остается только она. Это маленькая, такая простая книга, которую мы именуем Евангелие. «И в ней записаны слова, из нее сияет образ человека, говорящего, «На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Это Евангелие от Иоанна, 9 глава, 39 стих. И говорящего также в том же Евангелии от Иоанна, только в 13 главе, 34 стих, «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга». И говорящего, наконец, тоже в Евангелии от Иоанна, в 16 главе, 33 стих, «Я победил мир». И потому в завершение, ему мы говорим, в завершение молитвы Господней, «Яко Твое есть царство и сила». И, наконец, слава. Призрачной, кратковременной, хрупкой оказывается всякая слава на этой земле. И, наверное, меньше всего славы искал Христос. А вот если есть подлинная и неразрушимая слава, так это та, что вспыхивает и горит всюду, где Он. Слава добра, слава веры, слава надежды. Это прежде всего человек, который сам внезапно становится светоносным, из которого начинает исходить луч света, подобного которому нет на земле. И, глядя на Него, мы понимаем, что сказал некогда поэт, когда воскликнул, что Он горит звездной славой и первозданного красой. И мы понимаем, и не разумом, а всем существом, чего так страстно ищет и жаждет человек во всех метаниях своих, во всей неуспокоенности своей, ищет, чтобы вспыхнул этот свет, просветилось все этой небесной красотой, засияло все этой божественной славой. «Яко Твое есть царство и сила, и слава во веки веков». Так завершается молитва Господня. И пока не забыли мы ее, пока повторяем ее, направлена наша жизнь в царство, исполнена силой, светится славой. И против этого бессильны тьма, ненависть и зло. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok